hello hello everyone my name is marina balak i'm living in vancouver for 24 years and i'm talking about everyday life in canada welcome guys to my channel and today i'm going to take you for my walk on south dike beautiful place please stay with me subscribe it's going to be so much fun you're going to see more interesting things всем привет привет это marina balak is vancouver приветствую вас на своем канале ребята и сегодня я вас приглашаю с собой на прогулку по южному дайку я живу в канаде 24 года и рассказываю о нашей жизни в канаде повседневной так что оставайтесь со мной подписывайтесь со мной будет весело i'm talking a lot about eagles and birds and today i'm going to show you a huge huge nest of the eagles guys и вот это я вам сегодня показываю огромнейшее огромнейшее гнездо орлина оставайтесь со мной hey guys i'm on the other side of the дайк дайк and this is beautiful very fast and big фрейзер ривер and it goes to the pacific ocean да я сегодня нахожусь на другом стороне дайка и вот эта вот прекрасная река называется река фрейзер и она впадает в тихий океан пару лет назад сделали такое строение видите здесь камни все наложено специально подняли этот дайк так называемый чтобы если что а если что это что это наводнение то мы будем хоть как-то защищены защищены i'm so happy that there is some behind me because i was carrying my umbrella and i was running around with camera and my dog so yeah now i don't need umbrella for a few minutes и сейчас и так обрадовалась дочек дождик прекратился в общем не надо мне свой зонтик над собой держать плюс еще собака я тут короче ношусь по этому дайку и абсолютно счастлива ребята вы тоже будьте счастливы все there is lots of pigeons много-много голубей сейчас мы на них посмотрим поближе hey guys о о о о о о о о о They don't! Or really? Hey, guys! They don't care! What's up? This is south part of the dike. Well, here we can see the trees. We can see the trees of different sizes. This is a very big tree. It's probably the tree of the tree. It's interesting. They are really different sizes. There are small trees, there are huge trees. This is south part of the dike, guys. Where is the... As I said... Freezer River goes to the Pacific Ocean, not Atlantic. And this is how it looks. Like on south part of the dike. This is the south part of the dike. There is a northern part of the dike. It is actually around the dike. And this is the south part of the dike. Like I said... This is the river Frazer. And it falls into Atlantic... What is the Atlantic? I have a head of Pacific Ocean. Pacific Ocean. The Tee Ocean. So it looks like it all here. выглядят мирненько сидят себе на бревнышке утки и чайки очень здесь много уток причем они разнообразны и очень разные здесь на южной стороне вы можете видеть маленькую область и когда вода не так высота, вы можете перейти и идти на область я никогда не был там, но я слышала, что люди делают это и вот на этой стороне южной стороне дайка вот там видите маленький такой островок на него можно попасть когда отлив люди туда переходят вот там дорожка есть такая я никогда там не была но слышала что такое возможно и местные жители это делают иногда ходят на тот остров и на том острове вот вы можете даже увидеть посмотрите на деревьях какие огромные гнезда ой ну это конечно же орлиные гнезда может пойду в этом этим летом попробую рискну главное что вернуться вовремя то придется там ночевать ну предупреждает что нельзя купаться потому что очень быстрое течение и значит не надо лучше пересекать потому что там внутри камни и вода поднимается очень быстро во время прилива оставайтесь со мной подписывайтесь со мной будет весело и вот здесь вот такое небольшое местечко где стоят столики люди очень часто сюда летом приходят кушают делают маленькие пикники и наслаждаются прекрасным видом и прекрасной погодой ванкувера и вот здесь у нас есть мастерона где мы можем найти трех путешествий где мы можем ходить и наслаждаемся не нужно было в суре люди всегда ходят здесь и это правда Ричмон имеет трех путешествий where we can walk all over the year и вот здесь вот у нас так такие специальные карты где мы можем посмотреть какие в ричмонде есть дорожки по которым можно гулять и парки и действительно в ричмонде можно гулять круглый год зимой и летом одним цветом также весной и осенью и наслаждаться прекрасным видом и прекрасной погодой или даже дождика and this is the place where you can walk and also usually people fishing over there lots of fish so you have a have a license it's not so easy here in canada to fish fishing yeah but it's nice very very beautiful и да вот здесь существуют такие как бы сказать доки или я не знаю такие площадки здесь очень много рыбачат люди естественно нужно иметь лазенцы покупать они недорогие но их проверяют вот здесь обычно сидят рыбаки и ловят рыбу и здесь ее достаточно много ну что же солнце мое закончилось иду я теперь уже с зонтиком он у меня сегодня черный потому что у мне плохое настроение а просто потому что вот попался под руку черный зонт ну зонтик и зонтик но черный так черный ну и что правда куда идем мы с пятачком большой большой секрет куда мы идем с пятачком домой это не простая уточка она какая-то совсем даже другая и цвет другой в общем какая-то новая разновидность утки вот посмотрите из коряги из какой-то там коры еще чего-то сделали цаплю сейчас покажу поближе похоже на цаплю но она сделана из коряги прикольно look at this beautiful piece this is another one beautiful piece of art